Всем доброе утро, мои хорошие. Сижу, пью кофе. Сейчас утро. И знаете, о чем я думаю? Уже прошло три недели, как дочка заказала кухню. И, в общем-то, по договору осталась еще неделя. До 8 августа они там обещали уже это все сделать. Но дочка сказала, что если до 8 сделаю, значит день рождения будет отмечать вместе с новосельем. А если не сделают, значит только новоселье. Но я вот что-то сидела сейчас и вспомнила новоселье, которое было у нас в 70-м году. Мне было 6 лет, когда мои родители получили квартиру. Но квартиры тогда были муниципальные, их выдавал завод. И был тогда построен новый дом. И я помню, еще когда на стадии строительства, помню, мы как-то проходили мимо. И мне родители сказали, смотри, вот это будет наш дом. Но въезжали в этот дом мы в 70-м году. Я помню, это было лето. А до этого мы жили в коммуналке. Вот все мое детство мы жили в коммуналке. И вот в 6 лет родители получили квартиру двухкомнатную тогда. Конечно, было радости полно. Вообще, это был большой праздник. Раньше люди вообще были другими, и люди общались между собой. Переезжали тогда на грузовых машинах, вот такие с бортами были машины. Ну, в общем-то, утвари домашние было немного. Так как жили в коммуналке, там в комнате одной, да. И там, в общем-то, немного мебели было, в принципе, да. Там что-то, я не знаю, диван, детская кровать. Я не помню даже вот расположение как-то плохо помню, какое у нас было в комнате. Общая кухня была, там кухонный стол. Ну, и в этом столе помещалась вся остальная наша кухонная там утварь, да. И вот я помню, когда мы в этот дом переехали, мы только зашли в подъезд, вот я до сих пор помню этот запах нового дома. Какой-то вот новый дом, они все одинаково пахнут. Частично еще запах краски, что-то там, вот эти вот, не знаю, запах цемента или чего-то там еще. Ну, в общем, запах нового дома, вот когда я с дочкой въезжала в ее новую квартиру, мне почему-то вот напомнил мое детство и вот именно вот это наше новоселье. Раньше новоселье не откладывали в долгий ящик. Новоселье отмечали сразу же, вот прям в день переезда. То есть вот как это было? Вещи погрузили в эту грузовую машину. Я помню, было очень много этих грузовых машин. Они там еще, так как дворик такой небольшой, в общем, они там одни въезжали, другие выезжали, разгружались, помогали друзья, родственники разгружать вот эти вот вещи, заносить их. И потом как-то там накрывали стол, я не знаю, там какую-то там закуску соображали такую незатейливую. И, в общем-то, садились отмечать это новоселье. И это была радость, и были песни. Я помню, вот в этот же день вечером, когда уже люди вот поразгрузились все, из дома доносились песни, там, я не знаю, у кого-то пляски, смех, веселье. В общем, как Олей жужжал дом, и все радовались. У всех был большой праздник радости. Я не знаю, как день победы, может быть, с этим можно даже сравнить. В общем, гуляли допоздна, все отмечали, естественно, выпивали, закусывали. В общем, у всех было счастье, радость. Ну, а потом уже, конечно, там на следующий день, там на другой день, там уже как-то потихонечку начинали там эту мебель расставлять. И, кстати, была мебель, и были такие вот большие тюки. Ну, в простыни завязывали одежду, там, я не знаю, всякие там вещи, потому что тогда не было пакетов. Полиэтилена ж тогда вообще в стране как-то у нас не было, в Советском Союзе. У нас вообще запаковывали все покупки в бумажную, бумажную, как сказать, в бумагу вообще, упаковочную бумагу. Вот. В магазин ходили с авоськами или такими самодельно сшитыми тряпичными сумками. Вот. Ну, и чемодан, может быть, один там на семью имелся, но в чемодан там складывали, я помню, инструменты. В общем-то, ну, какие-то такие, может быть, вещи там бьющиеся, стеклянные вещи заворачивали тоже в какие-то тряпки, в бумагу, во что-то такое. Ну, по крайней мере, конечно, существовали мешки, ну, такие вот тряпичные, знаете, из которых вот тряпки были поломоечные. Мешковина называлась. Вот. Ну, мешки у кого были, у кого не было. В основном вот эти вот тюки, я помню, которые завязывали все это в простыни. В наволочке в простыни завязывали. И вот эти тюки перетаскивали. Удивительно, мне было всего 6 лет, но вот я помню вот такие вот какие-то яркие моменты. Я помню, что это был такой действительно огромный праздник. И все были такие вот, знаете, возбужденные. И вот я смотрела тогда, как родители радовались, были счастливы там. И слезы, и радости, и слезы, в общем, все вместе. Наконец-то получили квартиру. Вот. Ну, в общем, день в день отмечали тогда новоселье. Да, прям вот въезжали, и сразу родственники помогали, друзья. И сразу же вместе с ними они отмечали. Раскупоривали там вино, не знаю, что еще, водку может быть. В общем, и отмечали, садились. Да. Ну, и тогда живая музыка в основном был там у кого-то баян, играли на баяне, потому что магнитофонов, я помню, тогда в то время, ну, практически ни у кого не было, может, мало у кого, но тогда они еще были такие громадные, бобинные магнитофоны. Но это я помню уже немножко позже. Пластинки, проигрыватели, и то, не в каждой семье они были. Даже телевизор был тогда еще не в каждой семье. Вот. Так что пели песни живьем, пели застольные песни. У кого-то баян, кто-то играл, но в любом случае смех и музыка, и веселье тогда звучали. Вот так вот, мои хорошие. Сейчас, конечно, люди обособленно ведут себя. Соседи не считают нужным даже в новых домах уже знакомиться. А зачем? Все вот как-то так в свои коробки ушли. Ну, что делать? Век компьютеров, телефонов мобильных. Так что сейчас уже нет такого веселья, нету плясок, нету застольных песен. К сожалению, уже все сейчас по-другому. Но вот эти мои воспоминания, так они у меня остались. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы дочки все-таки эту мебель собрали, привезли и собрали до ее дня рождения. Чтобы, знаете, такая мечта сбылась. День рождения, такой подарок, чтобы был хороший. Но в любом случае, если даже они не успеют эту мебель собрать, вот кухня и гардероб там большой, я думаю, все равно стоит новоселье совместить с днем рождения, даже если это будет, ну, немножко позже. Какая разница? В любом случае, мы родня, мы придем и мы поздравим. Долгожданное такое событие все-таки. Дочка, видно, вот, знаете, она не хотела это новоселье отмечать, пока там такой вот, можно сказать, бардак у нее постоянно. Да, гардероб, этот, вещи открытые на вешалках висят. И на кухне все вот так вот расставлено, на полках все в открытую. Как-то вот, конечно, хотелось бы уже, знаете, порадоваться. Ну, тем более, видите, получается так, что она вовремя новоселье не отметила, потому что мы переезжали зимой, там еще не было ничего. Даже туалет-ванную уже при нас доделывали. Было холодно, не убрано. В общем, хотелось там что-то уже как-то более-менее очеловечить, да, это жилье. Потом вот этот карантин начался. И, в общем-то, из-за карантина все тоже была задержка. Ну, а сейчас все-таки долгожданная кухня. Хотелось бы уже в кухне туда поупрятать все, что лежит у нас на виду. Ну, и также гардероб. Тоже хотелось бы туда поупрятать эти вещи, которые тоже висят на открытых вешалках. В общем, я сама жду, не дождусь этого события. Конечно, когда уже кухню нам привезут, надо будет там подсуетиться, чтобы переносить туда-сюда. В общем, много будет беготни, суеты, дел. Но это все, знаете, будет усталость, но она будет такая радостная, потому что это не просто обновка, это не просто, вот, я не знаю, кухня, а это что-то такое грандиозное. Я жду этого как чего-то такого грандиозного. Ой, не могу. Я сама в предвкушении, в ожидании большого. Уже дни считаю, когда скорее-скорее привезут нам эту кухню. Вот, девочки, нахлынули такие воспоминания, знаете, детства, глубокого детства, 6 лет. Я была еще совсем ребенком, и даже, ну, мой детский сад, собственно говоря, он находился как-то посередине между нашим старым домом и нашим новым домом. Мы, в общем-то, недалеко от этого нашего старого дома отъехали. И, в общем, до детского сада было 5 минут, что мне оттуда, что мне оттуда идти. И вот я помню, что меня папа водил еще в детский сад с нового дома, потому что нужно было уже дорогу переходить. А со старого дома там практически не нужно было дорогу переходить. И вот с этого нашего нового дома уже я пошла в первый класс. Тоже школа была рядом. Там, в общем, все было классно. Вот такие вот воспоминания детства глубокого на меня нахлынули. Я не знаю, вот я даже помню, как мы жили в коммунальной квартире. Я даже помню соседей, которые у нас там были. Тетя Маша, она, кстати, стала моей крестной потом. Помню, дядя Веня. Такое я еще думала, почему дядя Веня от слова Веник. Это Вениамин, а имя оказывается такое. Вот. Ну, в общем-то, у нас там было раз, два, три, пять квартир, пять комнат было в коммуналке. И соседи, в общем-то, я помню. С соседями жили тогда дружно. Не ругались, ходили друг к другу в гости. Как-то вот дружили. Люди вообще тогда дружными были, знаете. А вот вещи переносить помогал дядя Алекс, тетя Надя. Это мамин брат с женой. А они тогда еще жили в коммуналке. Тоже они позже получили квартиру. Кстати говоря, кто еще не видел, вот видео «Мои армянские корни». Ну, это, правда, девяносто шестой год. Но тоже там очень дружно-дружно жили люди. Веселились, отдыхали. Это был юбилей тети Нади. И мы там пели, на гитаре играли, кстати говоря. Вот я очень хорошо тогда пела. Вот кто еще не смотрел это видео, посмотрите хорошее видео. Оно многим понравилось. Мне тоже нравится. Да, вот видите, вот в девяносто шестом году смогли тогда видео снять и запечатлеть. И вот память осталась. А то, что было, конечно, предыдущие годы, и семидесятые, и восьмидесятые, ну, не было видео тогда. Ни на что было снимать. И фоток, в общем-то, так, любительских-то и немного. Не у всех там был этот фотоаппарат такой, был еще пленочный. Вот. Так что такие вот нахлынули девочки на меня воспоминания. И я решила поделиться этими воспоминаниями с вами. Я не знаю, кому-то может быть это видео интересным, а кому-то неинтересным. Но в любом случае, это видео я снимаю для того, чтобы, может быть, и дети мои посмотрят. И у них, может быть, останется тоже какая-то память об этих моих воспоминаниях. О том, какие новоселья раньше были. А, кстати говоря, если у кого-то тоже в памяти остались какие-то воспоминания, вот если вы можете сравнить, какие были новоселья раньше, а какие сейчас, может быть, проводятся веселые новоселья, я не знаю. Напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, как это все происходит у других людей. Делитесь с вашими интересными историями. А сейчас, девочки, я собираюсь к дочке. Сегодня она попросила меня приехать. У нее там сегодня днем мероприятие, вечером мероприятие. И, в общем-то, я поеду к ней сегодня с ночевкой, а завтра я вернусь домой. Не знаю, будет ли там что-то интересное поснимать или нет. Я в последнее время, в общем-то, ну, когда сижу с ребенком, с котенком, в общем-то, особо ничего нового не происходит. Обычный, как бы, обычный день, да. И поэтому, в общем-то, и снимать особо нечего. Поэтому я и не снимаю там, ну, может быть, несколько кадров. Каких-то вот котенок забавно спит, да. Или ребенок что-то там делает. Ну, в принципе, уже как-то сейчас пока что нечего снимать. И я, в общем-то, и не снимаю пока что ничего такого. Вот. А вот этот рассказик я решила вам выложить. И немножко с вами пообщаться. Ну, если там будет что-то интересное, конечно, камера всегда со мной. Я что-нибудь сниму и потом вам покажу. Вот. Ну, на этом я хочу видео свое такое коротенькое закончить. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. И до новых встреч.